В матче 20-го тура по имени Лиги КФС Севастополь-Океан встретились лидер и последняя команда соревнований. Понятно, что болельщики ждали от моряков только победы, а тем более дома. И они ее получили. Слишком долго затягивать забитым голом наши игроки не стали. На 22-й минуте Редван Османов получил прекрасную передачу на полполе, как экспресс умчался от защитника и капитана Океана-Лебедя, ворвался в штрафную, прокинул мяч мимо вратаря, а Владиславу Гевличу оставалось только не промахнуться с двух метров. При минимальном преимуществе Севастополя команды ушли на перерыв, а в самом начале второго тайма морякам удалось забить такой нужный второй гол. Точнее, за них это сделали керчане. Да еще и сын главного тренера Океана Спартака Жигулина Артур. Максим Супрун сделал длинный навес в штрафную, Владислав Гевлич пробил головой в штангу, а прибежавший на отскок лебедь, выбивая мяч, попал прямо в Артура Жигулина. От него-то мяч в ворота и залетел. Крупную и уверенную победу Севастополя в концовке оформил Матвей Гуйганов. Полузащитник отличился уже в добавленное время. Дмитрий Матвиенко со штрафного не то бил, не то навешивал, а Гуйганов, выбежавший в штрафную с близкого расстояния головой, расстрелял вратаря Керчан. 3-0. ФК Севастополь одерживает третью победу подряд в Пемиолиге КФС. И третий раз подряд моряки выигрывают крупно. Меньше трех голов за матч подопечные Станислава Гудзикевича в последнее время не забивают. Я доволен игрой команды, потому что была мысль, не скажу, что соперник нам давал. Нет, это делала все. Моя команда, футболисты мои, то, что мы тренируем, то они стараются делать. Да, были определенные ошибки, но выиграли, и я очень рад этому. Но соперник был непростой у нас. Вы прекрасно знаете, как мы играем с океаном. Поэтому я очень рад этой победе. У меня бывает, что я и ругаю, но я так, без оскорблений, без ничего. Бывает, я их хвалю. Я пожал им руки, поблагодарил. Я вижу, что у них в глазах загорелось прям, я не знаю, жажда такая как-то реабилитироваться. Я говорю, все хорошо, дайте неделю потренироваться, шансы. Потом, я же говорю, у нас домашняя игра. Если никаких переносов не будет, то совсем будет уже по-другому. Сегодня нас просто два тайма волтузили, так скажу честно. Ну, в конце, когда мы уже устали, и у нас еще появились пару моментов, я считаю, что это достижение. А вот единственный конкурент Севастополя в борьбе за чемпионство в этом сезоне – Симферопольская ТСК «Таврия» в родных стенах не смогла переиграть Евпаторию. Матч завершился результативной ничьей 2-2. Симферопольцы два раза выходили вперед по ходу матча, но Евпаторийцы оба раза отыгрывались. Футбольный клуб «Севастополь» остался лидером турнирной таблицы. Но важно, что теперь моряки – лидеры турнира, еще и по потерянным очкам. У Севастополя 50 очков, у ТСК «Таврии» 46 и игра в запасе. На третьем месте по-прежнему идет Алуштинский «Алустон» ЮБК. От «Таврии» они отстают аж на 17 очков. Теперь у Севастополя начинается тяжелая и длинная серия из четырех гостевых игр подряд. Ближайший соперник – Евпатория. Матч состоится уже в эту субботу, 23 апреля. Начало встречи в 14 часов. Светослав Данилов, новости Севастополя.